Первый уральцы сдали почти тонну отходов, которые копили полгода. Эковолонтеры в юбилейный десятый раз устроили акцию утилизации. В этот раз вторсырье и помощь приюту для бездомных животных передавали даже из поселков. Подробности в сюжете. Десяток мешков вторсырья и столько же коробок с теплыми вещами и кормами для бездомных животных всего за три дня собрали ученики и педагоги школы села Бетимка. Так они решили внести свой вклад в защиту природы и поучаствовать в акции утилизация. У нас есть волонтерский отряд и мы решили организовать в школе сбор. Так как, конечно, индивидуально из Бетимки поехать проблематично. Писали объявления, сделали коробки, поставили внизу на первом этаже. Сроки были у нас небольшие, очень так быстро, оперативно. Мы даже сами удивились, когда начали загружать все в машину. У меня просто целая машина была. Акция по сбору вторсырья и опасных отходов утилизация проходит впервые за последние полгода. Организаторами выступают активисты общественного движения «Город первых». Дорогостоящую утилизацию опасных отходов по традиции оплачивает Первоуральский новотрубный завод ТМК. Забота об окружающей среде является одним из приоритетов металлургов. За три года в рамках акции было собрано более 10 тонн отходов. Каждый раз на утилизацию первоуральцы приносят все больше необычных вещей. Сегодня среди таких мясорубка, бидон, чайник и несколько старых ножей. Все это – ценное вторсырье, которое отправится на переработку. Больше первоуральцы стали сдавать и опасных отходов. Школьник Никита Бурцев принес почти четыре десятка батареек. Молодой человек собирал их два месяца. В основном-то дома собирали. Ну вот бывает, вот идешь по улице, видишь батарейка лежит, хоп, в карман и все. Ну потому что вот они, как я себе представляю, на пули такие похожи. То есть разного калибра, но значения не имеют яд все равно, они свой в природу, в экологию выбрасывают. За несколько часов первоуральцы принесли более 900 килограммов отходов. Из них почти 800 – макулатура, еще больше сотни – батарейки. Эковолонтеры подвели итоги еще одной акции – бумажный батл, которую проводили совместно с инновационным культурным центром. За неделю первоуральцы принесли 440 килограммов. Деньги за сдачу макулатуры – около 3000 рублей – передадут Центру социальной помощи «Горосинка». Цель таких мероприятий – это, конечно же, научить наших жителей и поспособствовать раздельному сбору вторсырья, которое мы очень часто отправляем на помойку. Но не все, да, то, что отправляется на полигон, можно выкинуть. Всему можно дать вторую жизнь. Уже традиционно вырученные от сдачи вторсырья средства эковолонтеры передадут Первоуральскому обществу защиты животных вместе с собранными кормами и теплыми вещами, которые используют в качестве подстилок в приюте для собак. Екатерина Котельникова, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.